По моему уголовному делу предварительное следствие не проводилось вообще. Меня обвиняют в экономическом преступлении, в хищении денежных средств участников долевого строительства. Вас обвиняют в хищении 1 миллиарда рублей. Все правильно. Хищение – это математика. Математика – это точная наука. Есть у нас уравнение x, y, z, где x – это сколько собрали, y – сколько потратили, а z – сколько украли. Так вот сейчас в моем уголовном деле имеется только одна величина – это x, сколько собрали. А сколько потратили – нет. Соответственно, нет суммы, сколько украли. Что показали экспрессизы? Что потрачено было больше. При хищении в миллиард потраченная сумма – 1,5 миллиарда. Для того, чтобы обмануть дольщиков, можно было приобрести земельный участок на площади 10-15 соток. Но не приобретать и не вкачивать огромные денежные средства в приобретении 14 гектар по всему городу Саратов. Суд во всем разберется. Это говорят органы предварительного следствия. Это на тех, на кого возложена обязанность по закону, во всем разобраться. У нас нет презумпции невиновности. По крайней мере, я говорю про себя, про свое уголовное дело. В моем случае презумпция невиновности не работает. Что такого произошло, что заставило всю строительную империю обанкротиться и остановиться? Что случилось? Посадили. Посадили. Трудно сидеть в СИЗО или под домашним аресте и осуществлять строительство. Ни в одной организации до того, как было возбуждено уголовное дело, не было процедуры банкротства. У нас есть основной кредитор. Это организация. Раньше она была банк Синергии. Эти земли принадлежали им. Какой-то одной из фирм. Мы заключили договор купли-продажи на вот эти земли САЗа. На 5,5 гектар. Данный земельный участок, он нам достался уже с измененным видом разрешенного использования. Каким образом изменялся вид разрешенного использования, кто организовал публичное слушание, кто для этого перекрашивал карту зонирования города Саратова. Я знаю только из материалов уголовного дела. Все было по закону, все как обычно. По договору купли-продажи застройщик покупает, а инвестор передает эти земли застройщику. Застройщик деньги не платит инвестору, а расплачивается с инвестором квадратными метрами. До того, как к этому инвестору пришли вот эта земля, 5,5 гектар у САЗа прошла, вот такая длинная-длинная-длинная цепочка. Сначала какой-то индивидуальный предприниматель, ну все индивидуальные предприниматели, все физические лица, это подставные номинальные, ну, ЗИЦ-владельцы данных земельных участков. Ну, извините, никто из простых смертных собственностью земель бывшего САЗа не владеет. Мы, это было известно, что да, там депутаты городской думы, Сурменив и Кудинов. Значит ли это, что в свое время из собственности города этот участок таким образом был выведен? Конечно, конечно, конечно. Ну, я вам еще раз говорю, что ни один земельный участок простому обывателю, простому жителю города Сарата вот так вот по щелчку пальцев не достался. Сотрудникам администрации, сотрудникам комитета по управлению имуществом нельзя же на себя оформлять. Ну, оформляли на подставных лиц. Один земельный участок арендатором являлся Пименов. Житель заводского района, а его мама по чистой случайности, ну, работает в организации, ну, та, которая раньше, ну, принадлежала семье Грищенко. Другой, у меня два земельных участка принадлежат Данилину. Это тоже житель заводского района. И я сейчас, ну, у меня с ним были очные ставки вот с господином Пименовым. Вот. И на вопрос, на такой, ну, на простой обычный вопрос, как вы получили земельный участок в аренду? Чего отвечает господин Пименов? Я пришел, написал заявление, а вторым этапом меня вызвали в комитет по управлению имуществом или в комитет по земельным ресурсам и сказали, вот ты просил, вот готов. Вот тебе надо, ты хотел бери. Оказывается, так было можно. Так можно было, да. Вот господин Пименов именно так и получил земельный участок. То есть к нему претензий никаких? Никаких нет. Ни со стороны прокуратуры, ни со стороны правоохранительных органов. Все по закону. И так и все остальные. Именно такие все показания, вот в моем уголовном деле, дают владельцы земельных участков. В 2017 году на одном из заседаний по этих комиссий по решению проблем обманутых дольщиков прозвучала такая фраза, что вот у нас там выведено из собственности города, переданы права аренды более там на тысячу земельных участков. И из них по аукциону, в соответствии с при проведении торгов в законном порядке было продано только два. А все остальные были выведены вот этими темными схемами. Я говорю, провела как бы анализ, и у нас почему-то все земельные участки, которые, они принадлежат, право аренды принадлежат жителям заводского района. Вот только вот у них получается прийти, написать заявление, и вторым этапом посещения земельного комитета будет уже подписание договора аренды. С чем вы это связываете? С тем, что у нас все руководство администрации города, ну ключевое руководство, все руководство земельного комитета, комитета управления имуществом, оно все живет или выходцы из заводского района города Саратова. То есть близость к телу открывает доступ для получения муниципальной собственности, в аренду или в собственность. У нас есть один орган, это администрация муниципального образования, это вот калитка. К этой калитке ведет много-много-много разных дорожек. И как бы провожатый сусанин, там в каждой ситуации по каждой дорожке разный, но в любом случае все эти сусанины, они ведут только к одной калитке. Ну вот я сказала, я сказала просто... Вы про своих сусанинах? Я про своих сусанинах рассказала. Я общалась и с Тихоновым, и с Беличем, и в условиях СИЗО, и потом уже, когда у них была, нам была изменена другая мера пресечения, они сказали, мы ни про кого ничего говорить не будем. В 2015 году есть судебный акт Саратовского областного суда, где у нас, у ООО «Град-С» изъяли два земельных участка. Площадь земельных участков порядка трех гектар. Изъяли по иску собственников земельных участков, которые налагались на наш земельный участок. А выделял комитет по управлению мышцами Саратовской области, тогда это областной был, это областной орган. Он не имел права выделять данные земельные участки в аренду. Выделили. У нас есть норма. Вот пришел, как я говорю, житель, любой, написал заявление. Вот ему дали 12 соток, а тут пришел житель, и ему дали полтора гектара. Вот, ну вот понравился вот он так. Это еще раз как бы подтверждает мои слова о том, что земельные участки получить в аренду, а уж тем более в собственность, у нас можно только избранным. И привилегия написать заявление и вторым разом прийти подписать договор аренды, она тоже принадлежит только избранным. Я пыталась судиться с администрацией города, это было по ЖСК Рубин. Это тот земельный участок, который мы передали застройщику Беличу, который сейчас отбывает наказание уже после приговора суда. Мы его передали в ЖСК Рубин, и там я пыталась в законном порядке изменить. В итоге я потеряла полтора года, плюнула и решила пойти по проверенному пути. С вышестоящими звездами я не контактировала. Один раз, да, я как бы не один, наверное, два или три раза меня приводили в кабинет к депутату Кудинову, которому я задавала, озвучивала все эти проблемы, все наши проблемы, что мы не можем там, например, получить разрешение на строительство, поскольку вот там вот необходимо прирезать земельный участок или выкупить его, или получить в аренду. То есть какие-то вот такие вот переговоры я вела уже с Кудиновым. Я понимала, что ни разрешение на строительство, ни градостроительный план, ни проведение публичных слушаний без одобрения чиновников, без одобрения депутатов, которые представляют комиссию по изменению вида разрешенного использования, у нас не происходило. То есть ты сначала получаешь одобрение, потом ты подаешь документы. Никто бесплатно, карту зонирования города Саратова, просто вот этот кусочек черненький, вот этот кусочек серенький, вот этот кусочек желтенький, вот этот кусочек зеленый. Ну, каждая зона имеет свой цвет. Бесплатно ее никто не рисует. Нет. За то, чтобы ее разрисовали в нужный цвет, за это приходилось платить деньги. За изменение вида разрешенного использования мы платили от 600 рублей и выше. Ну, это да. За изменение вида разрешенного использования на улице Зерновой, там было 6 земельных участков, в общей сложности почти 9 гектар земли. Мы за это заплатили 15 миллионов. В каком это году было? Это был год, по-моему, 2015. У нас все разрешения на строительство выдавал господин Гнусин. У нас все разрешения на строительство подписывал госпожа Карпеева. Или сам господин Буряник. А следствию это не надо. У меня дело приостановлено в связи с тем, что не удалось найти, не установить лиц, которые выдали разрешение на строительство. Почему? А потому что все разрешения на строительство были выданы законно. При точном соблюдении норм градостроительного кодекса. То есть какой-то парадокс. Парадокс. По истечении трех с половиной лет предварительного следствия я уже понимаю, что если ты имеешь крышу, то ты работаешь. Если ты не имеешь крышу, то ты сидишь. Сказали, что 90-е годы ушли? Нет, они не ушли. Они изменились. Хочу прямо в двух предложениях коснуться деятельности зодчего. Это сейчас у всех на слуху. Это организация, которая также занималась застройкой и у которой не было проблем. Ну да, мы все прекрасно знаем, мы все застройщики общались все друг с другом. Мы знаем, что здесь осуществляло крышевание прокуратуры Кировского района. Я знаю, с какими нарушениями сдавал. Мало того, что строил, так еще и сдавал зодчий. Ну, например, в Ленинском районе города Саратова дом, который по проектной документации был с тех этажом, был сдан без технического этажа. Ну, то есть, ну, подумаешь, не досчитались одного этажа. Который на третьей дачной? Который на третьей дачной, да. Вот у него не было, более того, к нему не ведет пожарный проезд. То есть, если в этом доме произойдет пожар, то прокуратура его сделала вот так, закрыла глаза, да ну и подумаешь. Самое главное, он построил и сдал вовремя. А то, что там может случиться трагедия, может случиться беда, что пожарная машина не может подъехать к этому дому, ну, это всем известно. А разве дешевле платить крыши, чем сделать пожарный проезд? Я не могу вам сказать, дешевле платить крыши или сделать пожарный проезд. Я могу предполагать, почему так произошло. Потому что был точечный земельный участок. Этот точечный земельный участок надо было точечно использовать. Из этого точечного земельного участка нужно выжить было максимально. Соответственно, ну, пожарный проезд, ну, просто негде. Просто негде, да. То же самое могу сказать про строительство жилого дома, который, ну, Сосновый бор. Это в Кировском районе города Саратова. То есть, этот дом строился без разрешения на строительство. То есть, строился, 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 строился. Все молчали, все никто ничего не видел, все ослепли. Ну, временно. Вот. Потом выдается разрешение на строительство. И через два месяца этот дом сдается в эксплуатацию. То есть, он сначала строился, потом выдали разрешение, потом ввели в эксплуатацию. Насколько это частая ситуация? Насколько распространенная, когда дом начинает строиться без разрешения? Ну, вот, например, нам, прокуратура, ни города, ни района, ни уж тем более области, вот таких поблажек не давала. Нас сразу штрафовали. Вот, видите, ну, вот Григорьев тоже вот, ну, как бы, дошел до того, что вот он озвучил про своего Сусанина. Ни один высокопоставленный чиновник из правоохранительных органов напрямую с нами не общался. С нами всегда общались посредники. У АБЭПа, именно у областного АБЭПа, у них была прям, знаете, они под Новый год приходили. Силовым методом таким вот, приходили, все выносили, ждали, когда на них кто-то выйдет. Все это что? Все это компьютерную технику, все, что парализовывало, все документацию, 1С-ку, все счета. Заносили из офиса? Да, выносили из офиса, но потом же сами заносили. То есть они ждали какой-то период? Они ждали какой-то период времени, когда на них кто-то выйдет. Это все, что написано у нас в Уголовно-пропитуальном кодексе, что нельзя изымать технику, надо просто скопировать, что нельзя парализовывать работу предприятий. Это все фигня. Это у нас в Саратовской области, не буду говорить про других, у нас это не действует. То есть у нас пришли, изъяли, парализовали, а дальше потом решили вопрос, значит занесли. Мы их уже знали в лицо. Я знала, что вот, например, заезжает машина 008, ага, гости. Муж Аббасов Алексея Викторовича, он спылил и сказал, все, я больше платить не буду. Но это бездонная бочка, которая никогда уже не будет насыщена. Я давала органам предварительного следствия, называла фамилии сотрудников АБЭПа, кто контролировал, кто помогал, кто это. Но органы предварительного следствия не установили в их действиях каких-либо нарушений, что все они действовали по закону. Ну, то, что квартиры были оформлены там на маму и тещу, по-моему, на одного из сотрудников АБЭПа, ну, не установили они. Поэтому я как бы и не хочу публично называть сейчас эту фамилию. Я писала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Ленинской прокуратуры, ну, в частности, Белоногова. Потому что меня сейчас обвиняют в той деятельности, которая была известна им еще на период 2015 года. Ну, значит, было им выгодно сокрыть вот эту незаконную деятельность от общественности, сокрыть незаконную деятельность, не выйти в суд с приостановлением деятельности строительной организации. Почему? Скрыли. Но следствие посчитало, что в их действиях нет состава преступления. Было постановление об отказе в возбуждении уголовных дел. Я его обжаловала в суде. Суд сказал, что нет. Прокуратура подавала иск в суд на вас. Это касалось как раз вида разрешенного использования. Вам известно, кто еще из застройщиков оказался вот в такой же ситуации? Да, известно. Да, известно. Ну, мне известно, что изымались земельные участки и уже БК-3. И они подавали иски и к структурам, которые Шелдомовские. Это Шамхаловские земельные участки, это Волжский район. Но здесь я могу сказать даже про себя, что здесь избирательность. Избирательность. То есть, начал строить в Глебовичу Мавраге дом Шамхалов. Шамхаловская структура. То есть, там прокуратура подала иск, несмотря на наличие дольщиков, несмотря на то, что там были эти земельные участки в соответствии с 214 ФЗ, они были в залоге у дольщиков. Но у нас же ни на один земельный участок прокуратура не подала исков. И не ставила вопрос о ничтожности сделки по изменению вида разрешенного использования. Ни один. У нас иск был подан только по улице Томской. Только по улице Томской, там, где земельный участок находится в аренде у меня и у Синатрусова. По одной, второй. Вот там прокуратура через решение заводского суда изменила вид разрешенного использования. Якобы, что они об этом земельном участке узнали только при проведении проверки, там не истек срок исковой давности, и поэтому они изменили. Значит, про все остальные участки они либо знали, либо они на это сознательно закрывают глаза. У нас все земельные участки, кроме двух, которые земли САЗа и земли ЖСК Савельева, они все находятся в аренде. И все виды разрешенного использования изменены по аналогичной схеме. Без проведения торгов, без проведения аукционов, а сейчас уже есть позиция Верховного Суда, вам об этом наверняка известно, что все эти сделки, они являются ничтожными, недействительными в силу закона. С момента их совершения. То есть с 2014 года все на всех земельных участках, на которых сейчас ведется многоэтажное жилищное строительство, все эти сделки ничтожны в силу закона. Это практически все участки, все стройки, все объекты. Да, именно так. Все земельные участки, сделки по ним ничтожны в силу закона. Все ведь понимают, наверное, включая прокуратуру, правоохранительные органы, что невозможно все это разрушить, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу. Или вот почему тогда, вот как вы объясняете такой избирательный подход? Нет, ну хорошо, хорошо, прекрасно. То есть действия прокуратуры, когда они останавливали строительство у Победы, это в районе Ленты, то есть они действия прокуратуры, они не понимали, что это приведет к колоссальному ущербу, что это не приведет к банкротству застройщика, что это не остановит строительство, и что все строительные организации не лишатся своих, работники этих строительных, не лишатся своих рабочих мест. Здесь прокуратура не понимала, а у нас она понимает. Этот вопрос надо задать все-таки сотрудникам прокуратуры Саратовской области. Почему у них такой избирательный подход по оспариванию ничтожных сделок? Я сама обращалась в суд, как владелец земельных участков. Это было по ЖСК Нагорному и по Зерновой. Там земельные участки были оформлены на меня, то есть я их сама приобрела в собственность у третьих лиц. Прокуратура позиции Саратовской области. Да, сделки ничтожные, но суд просим отказать в признании сделки недействительной, поскольку Чернова пропустила срок исковой давности. Чернова-то пропустила, а господин прокурор-то не пропустил. Разгребать последствия всего приходится фактически бюджету. Так стоит оно того или нет? Мое личное, мое субъективное мнение, конечно, оно того не стоит. Да, какая разница? Ну, достроил бы Победа, достроила бы сама бы эти земельные участки, или кто-то другой бы сейчас решил бы эту проблему. Ну, то есть, ребят, это я обращаюсь к прокурорам Саратовской области. Ребят, ну вы же сами допустили эту ситуацию. Ну вы же не оспорили это вовремя. А теперь, когда там появились дольщики, когда там вложены денежные средства самого застройщика или дольщиков, вы сейчас начали махать шашкой. Ну уж либо вы уж машите везде, во всех объектах, либо уж не машите нигде. Считаете ли вы, что вот этот прессинг осуществлялся ради статистики? Да. Да, ради статистики, ради погон, ради звездочек, ради премий, ради чего угодно, только не ради того, чтобы принести какое-то благо. Благо ли дольщикам, благо ли застройщикам. То есть, как бы сказать, ну хорошо, изменили вид разрешенного использования, и это уже не моя, это уже как бы это мнение остальных застройщиков. Но вы следите за тем, что будет в будущем. Вы не трогайте то, что уже было в прошлом и с вашим же одобрением. С вашим же одобрением. Ну вот как бы я считаю, что да, что это показатели. Когда загоняют в угол, загоняют, 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 ну когда-то он, тупик-то он все равно настанет. Ну вот у нас настал тупик, теперь сейчас уже БК-3 настал тупик. У нас сейчас кто остался из застройщиков-то? Ну кто в Саратовской области сейчас остался из застройщиков? Только те, кто прикормлены бюджетом. Ну про кого пишут все телеграм-каналы. Кто такие, я понятия не имею. Не важно, возбуждено против него уголовное дело, против строительных систем. Не возбуждено, он продолжает работать. Ну это о чем говорит? Ну значит у него есть покровители, которые позволяют ему так вести себя, так действовать. А уже БК-3, ну значит тоже с кем-то не договорились. Да, я бы конечно провожу параллель. У нас все застройщики, почему у нас идет отток молодежи из Саратова? Почему они все уезжают? Да потому что работы нет. Строительство это же как бы центр экономики. Куда будет же БК-3 поставлять свою продукцию? Естественно на стройке. Нет строительства, нет нужды в бетоне, нет нужды в металле. Соответственно это рабочие места. Что добило вас? Объективный экономический кризис или вот эти сложные отношения, которые действовали у нас с Саратовской области? Я даже бы сказала, что все-таки вот эти вот не экономический кризис, а вот эти вот отношения, которые складывались у застройщиков с властью, у застройщиков с правоохранительными органами, вот с этим прессингом. Все говорили о том имуществе, которое имелось у меня, у моего мужа, у членов моей семьи. И этого имущества хватило бы для того, чтобы достроить и ввести в эксплуатацию, ну пусть даже дом номер один по улице Зерновая, Новоастраханскую 38А. Этого имущества хватило бы, чтобы уменьшить последствия вот этого как бы уголовного дела. Последствия этого. И Аббасов, он обращался, даже из тюрьмы обращался, выпустите меня, дайте мне возможность достроить. Более того, следствие сделало все, чтобы он даже свои полномочия там оттуда из СИЗО не смог передать кому-либо другому. То есть парализовать так парализовать, чтобы вообще, ну убить так сразу насмерть. Ваши дома не достраиваются сейчас? Нет. Они все включены в Дом РФ, все, за исключением только вот ЖК Южный, где какая-то неизвестная фирма Тропиканка выплатила компенсацию там всем дольщикам. Но эта фирма Тропиканка потом получила земельные участки по городу Саратову по заниженной кадастровой цене. А все остальные земельные участки, они все разрушаются. Но если вы не даете, не дали нам достроить, ну достройте их сами. Потому что я никогда не забуду, что кто сказал, я уже не помню, но это опять же прозвучало на комиссии, которая там была создана заседание, которая при Радаеве велась, что вот туда через неделю зайдет новый застройщик. Ну были попытки, были попытки у власти достроить. Ну не зашел. А почему? А я-то откуда знаю. Ну не привели никого. Или понимаете, ну никто не хочет свою голову положить на плаху. Боятся. Боятся, боятся. Почему застройщики уходят из Саратовской области, ну те, которые не сидят? Тех, которых еще не посадили. Да потому что боятся. Завтра точно так же придет прокуратура, оспорит какую-либо сделку, которая зарегистрирована в Росрегистре, прошла государственную регистрацию. А он оспорит и скажет, все, ребят, стоп, хватит, вы обманули, вы не достроили, вы все похитили. Ну земля же она не бесконечна. Ну тем более в городе Старатове. Все, что можно было украсть, уже украдено до нас. Соответственно, надо сейчас отнять и поделить. Кому достанутся наши земли, вот те земли, которые были и сейчас будут, уже изъяты из бизнеса Аббаса, в принципе бизнес уничтожен, я дальше буду смотреть. Они сейчас, то есть они снизят эти земельные участки до минимума и кому-то продадут их за копейки. И тот, кто их купит, зайдет и будет достраивать. Вот тогда и посмотрим, ради кого игра стоила свеч. Следователь Колосова вышла с ходатайством, как бы допросила в рамках уголовного дела мою старшую дочь. Ей сейчас 16 лет. Запрет у меня на общение с дочерью, я не могу с ней не видеться, не общаться, не разговаривать. Она допрошена в качестве свидетеля. Не общаюсь я с ней с 26 апреля 2018 года. То есть ребенок растет без общения с матерью. Какой цели добивается следствие, я не знаю. Органы опеки и попечительства администрации Саратовского района, Саратовской области. Это антигуманный орган. Я готова предоставить в распоряжение редакции переписку моей дочери с моей сестрой, где она пишет. А если сейчас ко мне в школу приедет орган опеки, может быть, мне пока в школу не ходить? Ведь они меня изымут сейчас со школы и поместят в детский дом. Представляете, какой ужас вот этот орган опека Саратовского района наводит на ребенка. Это антигуманный. Вот если сравнивать сотрудников СИЗО и сотрудников опеки, то в СИЗО гуманнее. А почему мы здесь как бы судимся сейчас с опекой? Потому что у меня есть еще двое несовершеннолетних детей. Одной девочке 13, а другой 9. И когда органы опеки отменили опекунство над этими двумя детьми, они не спросили, а как же ты, мать, будешь осуществлять контроль над детьми, если у тебя идет запрет на общение по телефону и на общение по интернету. Я не могу наблюдать за детьми. На меня одним органом, государственным органом, Саратовским областным судом наложены запреты на общение, а другим органом мне говорят, ну ты же мать, ты исполняй в полной мере свои родительские обязанности. У меня была такая ситуация. Ребенок сломал палец. Она боится мне позвонить, поскольку они боятся за мою судьбу. Что если она сейчас мне позвонит, я нарушу запрет, то куда мама уедет? Мама уедет обратно в СИЗО. Всего у вас сколько детей? Всего у меня 4 детей. То есть вы многодетная мама? Да. Скажите, вы кого-то конкретно вините в своей ситуации? Есть у вас в голове конкретные люди, которых вы считаете, что вот эти люди, эти фамилии виноваты в том, что все так обернулось? Нет, в том, что все так обернулось. Это наша структура, это наша система, это совместное действие прокуратуры, это совместное действие правоохранителей, это совместное действие администрации нашего муниципального образования. Нет цели помочь, есть цель утопить. Я еще находилась в СИЗО, то есть 25 декабря 2018 года наше ГСУ дало информацию в МВД по Российской Федерации. И по всем федеральным каналам прозвучила информация, что в ОПС, в организацию преступного сообщества входят там Абасов, Чернова и другие лица, и в том числе чиновники администрации города Саратова. Я тут же сразу написала запрос Колокольцеву. Господин Колокольцев, извините, назовите мне, пожалуйста, кто же из чиновников входит в мое преступное сообщество? Господин Колокольцев мне отвечает, что извините, но вся информация была получена нами от Главного управления внутренних дел по Саратовской области. Я делаю запрос руководителю следственной группы Жулидовой. Госпожа Жулидовой говорит, ну извините, я не знаю. Я говорю, ну я говорю, зная мой вот этот вот дотошный, въедливый характер, я все равно добьюсь, дойду до истины. Я сейчас еще один запрос направлю Колокольцеву, мне же все равно с кем судиться. С Жулидовой, с Колокольцевой, с Колокольцевой, мне все равно. У меня профессия такая, я юрист. Вам не обидно, что отвечать за все приходится только вам? Нет, мне не обидно. Понимаете, я уже никаких эмоций не испытываю. Ни злости, ни обиды, ни негодования. Я в какой-то мере, я очень рада, что мое уголовное дело, ну наконец-то, передано в суд первой инстанции. И я понимаю, что в суде первой инстанции я буду вот озвучивать каждую потраченную копейку. Вот каждый потраченный рубль. Я довольно-таки въедливый человек, у меня есть усидчивость, я как бы дружу с математикой, в отличие от органов предварительного следствия и органов прокуратуры. Поэтому... Вы надеетесь доказать свою невиновность? Конечно, конечно. Жизнь, а вы себя чувствуете виноватой перед дольщиками? Давайте так, я не... Для меня эта ситуация, она такая, она очень болезненная. Тут пострадала вся моя семья, тут пострадали мои дети. Я человек по найму и жена Абасова. Именно это то, что я была женой, и вменяется мне в вину. Персональной ответственности перед дольщиками вы не чувствуете? Я не чувствую. Нет, я не чувствую. Как бы извиняться, вот говорить, люди добрые, простите меня. Нет, нет, у меня такой потребности нет. Меня ничего не гложет. Меня ничего не гложет, меня ничего не мучает. Что подумают обо мне люди? Ну, это личное дело каждого. Я сейчас говорю чисто свое, я не прошу ни у кого прощения, я не прошу относиться ко мне с нисхождением, нет. Сильный ветер ломает только слабые деревья. Но это не про меня.